потребитель такое простое на первый взгляд понятие но изучение показывают что не все так просто с очевидными терминами давайте попробуем разобраться кто же он на самом деле ваш потребитель с вами канал справочное бюро предпринимателя сейчас все расскажем для начала давайте спросим у ваших коллег кто такой потребитель потребитель это тот кто покупает и оплачивать наш продукт но это легко потребитель это тот кто использует наш продукт вы знаете я считаю что потребитель это тот кто выбирает наш продукт из прочих других а знаете в чем прикол все трое ответивших правы да ладно только вот все они вполне могут говорить о совершенно разных людях потому что потребитель это совсем не обязательно один человек давайте вспомним про модель потребительского поведения о которой мы рассказывали вот в этом видео предположим что мы продаем что-то для компании ну например программное обеспечение или услуги по его настройке и внедрению для партнеров фирмы 1с дело привычное в самом простом варианте предположим что на предприятии возникла какая-то потребность и руководитель поручает какому-то сотруднику поискать на рынке решения которые могут эту потребность удовлетворить первый шаг это поиск потенциально подходящих вариантов весьма вероятно что эту задачу в конечном итоге будут перекладывать с одного на другого пока не поручит в итоге самому незанятому сотруднику возможно даже стажеру какому-нибудь нам нужно это понимать потому что именно от этого будет зависеть наиболее эффективный канал рекламы вспоминается история когда одна компания поставщик канцелярских принадлежностей для бизнеса размещала свою рекламу в журналах для женщин потому что руководители небольших компаний поручали поиск подходящего поставщика своим секретаршем или помощницам гениально предположим что список потенциально приемлемых вариантов в конце концов составлен и будем надеяться что наше предложение в этот список благополучно попала следующий шаг выбор наиболее подходящего вот тут уже нашего стажера от процесса скорее всего отодвинут и за дело возьмется скорее всего тот кто разбирается в данном продукте ну или думает что разбирается и снова это очень важно для нас потому что мы должны сделать так чтобы у этого человека была информация достаточная для принятия решения относительно нашего продукта и при этом поданная в самом выгодном для нас свете так что чем лучше мы будем понимать кто он этот выбирающий тем лучше мы сможем сформулировать аргументы в пользу именно нашего продукта допустим выбор сделан в пользу именно нашего продукта все дело в шляпе как бы не так сколько раз уже такое бывало что и переговоры прошли и продукт выбран а покупка так и не состоялась нашлись новые срочные потребности деньги ушли на что-то другое поэтому следующий человек потребитель с которым мы столкнемся это тот кто платит деньги финансовый директор например и снова нужны аргументы например что скидка на наш тарвар вот-вот закончится и что расходы на его приобретение окупится многократно а производительность труда вырастет и затраты сократятся продукт продан его начали использовать и вот наконец наш потребитель очередной скорее всего совсем другой человек который непосредственно использует наш продукт и очень будем надеяться что он счастлив потому что скорее всего продукт выбирал совсем не он но подождите это еще не конец нашей истории есть и еще один человек потребитель это тот кто делает выводы относительно использования продукта ну например сотрудник техподдержки если речь идет о чем-то компьютерном ну или завхоз если речь например о мебели и если ваш продукт ненадежен часто ломается и требует к себе постоянного внимания то выводы будут сделаны совсем не в нашу пользу и продажа нашего продукта в эту компанию окажется скорее всего последний поэтому вспоминаем про послепродажное обслуживание про техподдержку и информирование пользователей а еще про опросы и изучение удовлетворенности мало того что человек остался доволен нам нужно помочь ему осознать это ну вот теперь вроде бы всех потребителей перечислили совсем не один человек получился а целых пятеро тот кто ищет варианты тот кто делает выбор тот кто платит деньги тот кто использует продукт и тот кто делает выводы и при этом все разные с разными системами и с разными критериями оценки с разными привычками и психологией с разным культурным и социальным бэкграундом теперь понятно что простое на первый взгляд понятие потребитель совсем не такое очевидное как может показаться вы сейчас подумайте что это применимо только к сложным продуктом вроде программного обеспечения для компании но вы ошибаетесь ну я не знаю я не удивлен представьте себе например когда жена просит мужа по дороге с работы зайти в магазин и купить конфет ребенку кто тут потребитель ребенок или жена которая сказала купить что-нибудь только не очень вредная и без химии или муж который оказался перед мучительным выбором между органическими конфетами подороже или недорогими и вкусными конфетами знакомыми с детства или бабушка которая потом будет героически бороться с диатезом у ребенка и когда кто-то говорит что он знает своего потребителя то он за исключением самых простых случаев либо врет либо заблуждается ну либо и в самом деле знает своего потребителя но только не одного а всю цепочку людей которые принимают участие в процессе поиска выбора приобретение и использование продукта и тогда у него конечно все будет хорошо потому что знать своего потребителя это конечно очень важно только в этом случае ваш бизнес будет расти и развиваться чего мы вам искренне желаем ну что же на сегодня все спасибо что смотрели не забывайте подписываться на наш youtube канал справочное бюро предпринимателя а также нажать на колокольчик чтобы не пропустить еще больше полезной информации не забывайте писать комментарии под видео мы их обязательно прочитаем и обязательно на них ответим увидимся